здравствуйте дорогие друзья вы на канале кулинарной истории и с вами людмила сегодня мы приготовим с вами сто восьмидесятое блюдо оно не совсем обычное готовим сегодня праздничную закуску из печени пшенных хлопьев овощей все продукты перед вами количественный состав будет представлен под видео печень перекрутим на мясорубке печеночный фарш добавляем одно яйцо две столовые ложки кефира одну столовую ложку муки и хорошо все перемешиваем кроме соли муки добавили немножко перца и теперь надо хорошо перемешать до однородной массы пшенные хлопья заливаем кипятком провариваем две минуты добавляем пол щепотки соли одну столовую ложку кефира 5 граммов разрыхлителя теста и одну столовую ложку муки все хорошо перемешиваем смазываем блинную сковородку растительным маслом выпекаем пшенные блины примерно ну три-четыре миллиметра пропекли одну сторону пропекаем вторую вот такой получается блин вот такие друзья пшенные блинчики получаются вот они я перевернула вот вот таких таких блинчиков нам нужно четыре штуки далее смазываем сковородку растительным маслом и начинаем выпекать блины из печени одна сторона пропеклась пропекаем вторую сторону чтобы вот такие румяные печеночные блины получились лук обжарили до золотистого цвета обжариваем морковь морковь я порезала мелкой соломкой и на верхний корж кружочками морковь слегка обжарили и добавляем болгарский перец содержимое сковородки я отправляю помидоры помидоры я очистила от кожицы и мелко-мелко нарезала отправляю сковородку все пережариваем обжаренная морковь кружочек вот эти кружочки они пойдут у нас на украшение объединяем морковь перец и помидоры объединяем с луком который мы предварительно обжарили обжаренные овощи мы должны остудить объединяем обжаренные овощи с майонезом с майонезом и зеленью мелко порезанная зелень вот она все хорошо перемешиваем сейчас и начинка наша готова чесночным маслом вот на канале есть приготовление чесночного масла я немного полила вот это содержимое начинаем собирать наш своеобразный тортик кладем вот блин затем промазываем хорошо хорошо промажем начинкой этот блин сверху кладем печеночный блин печеночный блин также хорошо промазываем начинкой из овощей зелени и майонеза так чередуя печеночные блины и пшенные я промазываю каждый начинку хорошо разровняю на каждом блинчики последний пшенный блин смазываем чистым майонезом вот так мы украсили тортик пару часов достаточно чтобы он пропитался попробуйте сделать по такому рецепту праздничное блюдо можно сделать только печеночные коржи или сделать коржи из пшенных хлопьев например тоже будет вкусно рецепты все проверены годами если вам понравилось подписывайтесь на канал спасибо вам за просмотр и за лайки пока пока